Всем привет! Вы на канале Tracker in Scandinavia и сегодня мы будем проверять цепи. На Scandinavia должно быть минимум 7 цепей для зимней работы, поэтому я проверяю все свои цепи на целостность и также, чтобы они все подходили мне по размеру. И тем самым я спокойно вхожу в зиму. Поехали! Антибак-тахограф, датчик колейки, лучшие мобильные приложения для успешной и безопасной работы в дальнобое. Ищите в Google Play App Store. Итак, все мои цепи находятся за кабиной, поэтому я их просто достану сейчас. Вот что мы имеем. У меня 9 цепей. У меня есть 4 цепи для ведущей оси. Есть у меня также наперед, на прицеп. И это все мне сейчас предстоит проверить, чтобы они все подходили по размеру. Также у меня есть 2 на запас. То есть минимальный 7 есть и 2 запасные. Это отлично. Следующая задача. Вам нужно проверить, чтобы у вас все звенья, все было целое. Это первое. Второе. Чтобы у вас концевики вот эти вот тоже присутствовали и не были сломаны крюки. Значит, для понимания, в Норвегии штраф дается за отсутствие цепей, а также за, если она у вас будет порвана. То есть, если у вас транспортник проверяет, у вас есть 7 цепей, из них 2 порванные, то, ребят, вам 300 евро в плечи. За каждую цепь 150 евро. Либо 150, либо 200, я точно не помню. Поэтому думайте, прежде чем... Ну, и это для вас самих. То есть, вы приедете, встанете перед перевалом, начнете доставать цепи, а у вас все цепи порваны. Все, ехать вы дальше не можете. Поэтому заранее лучше подготовиться. Лучше делать это на асфальте, конечно, не так, как у меня здесь земля. Но и так сойдет. Бычки кто-то накидал. Итак, обратите внимание, я разложил цепь. Везде все ровно, да? А вот в конце у меня... Если вы видите, да, косяк, присмотритесь. Вот он. Кажется мелочь, да, но я объясню, что у вас может быть не так. Вы просто не сможете застегнуть в экстренных условиях эту цепь, так как у вас будет в одном моменте что-то неправильно. У вас будет плохо это получаться. То есть, всегда цепь должна быть четкая, ровная, ничего не перекрученного, не порванного. И тогда вы ее оденете хорошо. То есть, да, что мы сделаем здесь? Сейчас я вам покажу. То есть, вот мы находим наше место, где оно тут было у нас. Так. Все красиво, а тут некрасиво. Значит, нам нужно вывернуть это место наизнанку. И вот мы вывернули, и все. Теперь у нас все идеальные, ровненькие. Вот поэтому я и говорю, что нужно проверять заранее, чтобы вы потом понимали, что вам делать. И так, в общем, на этом больше внимания не заостряю. С другими цепями то же самое проверяем, чтобы были все целые соединения. Молоточком пройдитесь. Вот. И все будет хорошо. И так, теперь примеряем, собственно, цепи на колесах. Тут у меня полет самолетов в воскресенье. Ryanair. Итак, давайте, смотрите, вот вид цепи, да. Как видите, здесь есть такие у нас зажимы. И нам нужен будет такой ключ. Он обычно идет в комплекте с цепями. Так. То есть, сразу обращайте на это внимание, когда вы принимаете машину, цепи, у вас должен быть такой вот ключик. Все так же самое, как каждая, должна быть ровненько. Никаких переплетов не должно быть, и у вас идеально цепь оденется. То есть, вот это вид цепи на прицеп и на передние колеса. Вот наша ведущая цепь. Отличие, что у нас другие здесь замки. Она у нас перетягивается только с помощью этих. Здесь же у нас тоже есть звенья, конечно, по четыре, да. Но мы здесь еще можем вот этими зажимать. То есть, сейчас я вам все это продемонстрирую. Цифровой профсоюз водителей. Две тысячи резидентов. Более двадцати тысяч долларов фонд. Присоединяйся. Мы своих не бросаем. 315 на 70. Итак, после того, как я проверил все цепи, ситуация такая, что у меня с ведущими, с прицепом все должно быть хорошо. Сейчас мы это проверим. На перед у меня нету простой легкой цепи. У меня есть только тяжелая туда подойдет. Вот, поэтому сейчас быстро одею на ведущую ось и на прицеп одновременно, чтобы не терять время, потому что пойдет дождь скоро, мне кажется. Вот, поэтому поехали. Итак, скину подкрылок и поднял так же я подушки для удобства больше. И этот способ, как я одею, это я так одею. То есть, кто-то может по-другому. Но я делаю именно так. Итак, беру свою проверенную цепь. Сразу же беру ее шипами кверху и маленьким замком внутрь. Значит, закинули цепь и расправляем. И главное, нужно смотреть, чтобы внутри у нас ровненько все лежало. То есть, этот метод называется наезд на цепь. Некоторые берут, расстилают их, например. Вот, но я так не делаю. Я по своей, значит, ехать я буду вперед, поэтому подтянуть немножко. Мне нужно ее спустить вниз. Оп-па. Оп-па. Вот. Вот так. Вот так. Так, теперь. Все, то есть, так же накинули, подбили под колесо. На этом все, больше ничего. Проверили тоже, чтобы оно аккуратно здесь было. Здесь пока больше ничего не делаем. С прицепом гораздо все проще, чем с ведущей. Пробуем наезжать. Значит, мне нужно примерно пол оборота колеса, да? Чтобы у нас наше соединение получилось где-то здесь. Теперь наша задача закрепить внутренние замки. Закрепляем на максимально, которую можем. Ну вот, у меня, значит, получается на вторую. Немножко. Здесь можно трюк такой использовать. Чуть-чуть приспустить сюда цепь. Повнутрь и зацепить внутренний замок. И все. Здесь мы спокойно, е-мое, зацеплять должны. Ну, вот так. На прицепе у нас готово. Сейчас мы с помощью... С помощью ключика мы перетягиваем каждое колесо. У нас должна цепь лежать плотно. Так, где-то еще одна здесь есть у нас. Вот она. Так. Все, это пока. Оставляем. Все, теперь здесь зацепляем первый внутренний замок. Ти-к edit. Также, когда. Я еще одну, переоставляю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На дальнее зацепить звено. У меня вышло на второе. И теперь... В принципе, нам ничего больше не мешает. Как здесь. Немножко подтянули. И... Наверное, на первую я пока что зацеплю это все дело. Вот так у нас. Вот так. Опа. Вот так. Посмотрим, в общем, что вышло. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас... Как видите, да, цепь еще слабоват. Ничего не делаем. Значит, просто мы проезжаем вперед метров пятьдесят. Сколько есть расстояние. Проехали вперед, остановились. Если вы на площадке специальной, то вперед-назад-вперед-назад. То же самое с ведущей осью. Мы не... Ничего не делаем. Мы закрепили замок. Значит, следующее действие то же самое. Мы проезжаем вперед-назад-вперед-назад. У нас цепь станет как ей нужно. Все поправится. И мы перетягиваем. Перетянули. Цепь у нас будет плотником. То есть так она вот не должна болтаться. Никого не слушайте. Делайте цепь плотную. И у вас будет... Как она разобьет резину, это вообще плевать просто. И здесь то же самое. Цепь полностью должна быть вплотную. То есть когда вы прокатитесь вперед-назад, перетянете. У вас все. То есть у вас здесь, когда вы последнее звено будете зажимать не вот руками, как сейчас, да. А когда вы еле-еле его завернете. Тогда у вас будет цепь натянута. Но кататься я здесь не могу, так как я, во-первых, нахожусь на 45-ке. Я бы вам продемонстрировал, как их перетягивать. Но я думаю, всем доступно, понятно. Пишите комментарии, кому что непонятно. Вот. Конечно же здесь все было легко. У нас нет никакого снега. Когда будет снег, будет все гораздо сложнее. Но зато я теперь знаю, что у меня целые цепи. У меня есть на прицеп, есть на ведущую, есть на переднее колесо. У меня с этим все в порядке. Они все целые. Мне нечего бояться. Поэтому проверяйте сани летом, как говорится. Вот. Чтобы зимой вы не попадали на деньги. Ну, в общем, вот, надеюсь, было полезно. Значит, это мой способ, как я одею цепи. Кто-то одеет по-другому. То есть я одею так. Поэтому, как кому нравится, так сказать. Ну, а с вами был Федор. Всем удачи. Пока.